Какие факторы не позволяют кислороду в метафондриях полностью восстановиться, а восстановиться только до пероксида? Перекись водорода образуется в результате различных химических реакций, полезных, это понятно, но его просто много. Вот за счет того, что его много, вот оно повреждает. И при неправильном, опять же, да, при неправильном питании, вот как с этими, когда большое количество окисления, при еще различных факторах их образуется больше, при той же радиации их образуется больше. И вот поэтому это зависит от каждого. От различных факторов, да. Вопрос по те же морские звезды. Как происходит их датирование? Морские звезды? А, ежики. Как определяют их возраст? На клеточном уровне, то есть там же по количеству, именно для всех организмов, как я говорила, вот предел Хейфлика также соблюдается. Просто они делятся очень медленно-медленно-медленно. У них очень замедлены все процессы в организме. Именно поэтому, вот так же, как с этой антарктической губкой, ну вот полторы тысячи лет колонии. Да, еще вопросы? Вопрос такой. Вот у нас, если традиционное излучение какое-то на человека попадает или что-то еще, тоже, в принципе, есть такая, что образуются радикалы и так далее. Почему мы не видим в случае лучевой болезни симптомы старения? И наоборот, почему мы не видим ночевой болезни, когда просто люди стареют? Ну, я думаю, это все-таки разное воздействие, поэтому... Почему мы видим рак? Ну, как бы, рак, это да, это... Рак-то убирают? Просто, опять же, симптомы лучевой болезни, они же могут, во-первых, могут быть разного типа симптомы. Они могут проявляться сильнее, слабее. И, как бы, если рак, да, то это подходит под определение. Если нет, то да. Девушка, у вас еще вопрос дал. Да, я хотела узнать, а на ежиках и на медузах, вот это 50-х наделение клеток, она не работает или... Они полностью восстанавливаются. То есть вот по поводу медузки, то, что я говорила. Вот такой вот полипик, она туда вбирает все свои щупальца и все клетки восстанавливаются по новой. То есть они регенерируются вообще с нуля и получается фактически новый организм. А у ежика так же? Да. Из какого материала регенерируются? Из того же, что есть. Они просто, как бы, перестраиваются. Ну вот у медуз, да, как бы, поэтому... Потому что они в окружающей среде находят, да? Нет, они из своего же. Они, смотри, они заходят вот обратно в этот полипик, да, и вот они просто, ну, как бы, перерождаются. Они работают из своего же материала, такое производство безотходное, да. Перестраиваются. Они перестраиваются, да. Круто. Ну да, вот поэтому вот они все так и следуют, и следуют в надежде хоть что-то найти. Получается, оно доходит до определенного момента? Да, они доходят до половозрелости, после этого вот так вбираются и по новой регенерируются. То есть они даже не то, что не стареют, они не доходят до этого момента. Вот этот цикл регенерации, если можно так выразиться, происходит с момента половозрелости. И они опять же образуются в маленькую медузку, опять же растут, увеличатся в размерах, и вот этот цикл, вот зацикленная такая штука. Да, еще вопросы? То есть получается из маленькой медузки, точнее из большой? Да, получается маленькая медузка. Да, она отсекается. И она растет. То есть это тот же организм? Да, это тот же организм, да. Ну, если нас на молекулу разобрать, а потом собрать, мы будем те же организмы? Ну, я думаю, что, знаете, с вопросом об интеллекте медузы, это как-то немножко… Да, человек будет гораздо более сложный организм, чем медуза, поэтому я думаю, что если разобрать на молекулу и потом собрать, то все-таки личность будет немножко другая. Точно так же, как если клонировать другого объекта… Да, сломаются лишние детали. Да, сломаются лишние детали, да. Если клонировать объект, это будет генетически тот же объект, но тем не менее память не сохраняется, интеллект не сохраняется, вот как-то так. Есть какие-то новости по перекрестным шипкам, которые нам позволят победить от расклерозы? Да, сейчас есть исследования, пытаются найти вот эти вот препараты, конкретно запатентованных, чтобы уже точно выпустили в продажу, нет. Но есть разработки, которые позволят вот эти вот шивки разрывать. Как бы они есть не только вот сахара, как молекулы склеиваются, но также склеивает ДНК и РНК, что препятствует вот транскрипции, трансляции, короче, воспроизведению клеток. И поэтому, ну конкретно именно, чтобы уже выпустили в продажу, нет. Но разработки есть и вот обещают в ближайшее время. То есть, дать надежду на то, что скоро мы перестанем умирать от инфаркта, абсолютно в таком количестве. Ну в таком количестве может быть. На самом деле, продолжительность жизни человека увеличилась где-то там с 14 века практически в три раза, потому что раньше там 30-летний человек считался очень старый. И каждый год увеличится продолжительность жизни где-то на год-полтора. Каждые 10 лет на год-полтора увеличится продолжительность жизни человека на сегодняшний день именно за счет медицины и так далее. Правда, есть много морально-этических вопросов, религиозных, касательно того, а нужно ли увеличивать человеку продолжительность жизни. Это в формате с перенаселением и в формате с генетическим грузом. Много таких факторов. Да. Объясните, пожалуйста, еще раз, почему апоптоз называется запрограммированной смертью? Он же возникает из-за внешнего влияния. Как говорил Скулачев, он говорил о том, что как во время осени деревья скидывают листья, так и организм убивает свои клетки, чтобы появились новые. Именно вот этот фактор, вот апоптоз, это приводит из греческого листопад. Именно этот фактор он назвал запрограммированным. То есть запрограммирован он еще с начала рождения? Да, он запрограммирован с начала рождения, да. С начала рождения, да. Ну, с начала, да, дифференциации, ну, с начала рождения, да. Поэтому рак, наверное, развивается, потому что организм не может их… Он ему говорит, убейтесь, а они не хотят, да? Ну да, раковые клетки способны делиться бесконечное количество раз, но при этом они не способны выполнять функции тех клеток, которые надо. Еще вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ